Добрый день. OpenOffice протестировали, теперь посмотрим, как работают презентации в браузере. Соответственно, меня зовут Андрей Васильев, я расскажу о некоторой длительной уже истории того, как в нашем БУЗе, на нашем факультете мы пытаемся использовать Linux. Ну и в данном случае, как мы осуществили переход на Simple Linux. Ну и немножко о факультете. Наш факультет специализируется на том, что мы готовим программистов и тех, кто рядом с программистами. Соответственно, все остальное обычно наши студенты знают плохо и ужасно, поэтому чувствуют, что они знают все, ну, как обычная программистская элита, которая потом приходит на работу, уже все знает. Но потом оказывается, что они ничего не знают, и на самом деле, в том числе и администрирование тоже, хотя соответствующий курс я им вроде как рассказываю, но вот как-то так. Ну, собственно, у нас примерно 200 студентов на бакалавриат, какое-то количество студентов на магистратуру, но я, как говорится, больше за бакалавриат, поэтому ту информацию не смотрел. Вот у нас есть три специальности. И первые две, по секрету, очень сильно похожи. Но там в учебных планах есть разные названия для дисциплин, поэтому это действительно разные специальности. Ну и, соответственно, что у нас происходило? Когда-то давным-давно мой научный руководитель ему дали возможность прочитать курс, он сказал, вот Linux это хорошо, давайте я это сделаю. И были хорошие отношения с садмином, нашли какие-то старые системники, поставили в класс, свинтили сеть, и вот, соответственно, такие вот, где-то Pentium 2, Pentium 3 машинки, 10 штучек на курс по выбору, вот он стоял, все хорошо. Ну, как говорится, он был за Linux, поэтому удалось вот тут какая-то вот мандрива бегала, давайте сделаем кооперацию с университетами, подписали быстренько с ними соглашение, поставили второй операционной системой на такой более-менее уже обычный класс на 12 машин, и, собственно, вот он там жил. Через некоторое время админы поняли, что мы там сами с этим классом справляемся, пускай вот вы там все занимаетесь. Про мандрива уже все забыли, мы перешли на Debian, потому что, ну, научный руководитель им пользовался, ну, и сказал мне, давай, все, давай Debian будем его использовать. Ну, на тот момент уже, он не был научным руководителем, я уже на тот момент уже стал сотрудником университета. Ну, и, собственно, перешли на Debian, Debian основная операционная система, и вот в таком Limbo мы вполне себе нормально существуем. Единственное, вот надо отметить, как говорится, для всех, кто еще это не сделал, все-таки SSD диски значительно улучшают взаимодействие студентов с техникой и позволяет красиво показать линок, что он еще и быстрый, особенно если на других у вас компьютерных классов такого нет. Ну, собственно, вот потихонечку живем, и в 22-м году встал вопрос о том, что нам надо бы, наверное, адаптироваться к новым текущим реалям. Пошли вот эти расплывчатые указания, как все хорошо. Нас, к сожалению, не включили ни в какие санкционные списки, поэтому вся текущая инфраструктура, которая была, она так и работает, это потому что включение санкционной списки форсирует работу, нас не включили. На этом фоне хотелось провести такую же операцию, как и с тем компьютерным классом. Давайте мы сейчас, вот у нас есть линоксы, мы поставим вторым виртуалочкой, ну, не второй системой, а другие компьютерные классы, и вот потихонечку будем готовить профессорско-преподавательский состав к тому, чтобы перейти, адаптироваться к новой реальности, которая нас в конечном итоге догонит. Мы можем сидеть, наши, как говорится, управленцы могут сидеть, но она нас догонит. Как говорится, когда-то распоряжение придет. Ну и, собственно, мысли были о том, давайте попытаемся это масштабировать. Решение, ну и, соответственно, был поиск очевидно-отечественного операционной системы. Ну и, на самом деле, дальше идет какой-то анализ, он здесь как-то сформулированы мысли, но это на тот момент никто сильно там не вдавался сделать тестовое внедрение всех возможных операционок, нормально провести сравнение, это было, называется, вот быстрое сравнение, которое можно сделать. Ну и, собственно, у нас есть опыт с добианом, очевидно, для нас, ну, точнее, на самом деле, для меня, как единственного админа этого класса, удобнее просто взять что-то на добиан очень сильно похожее и продолжить работать. Это было, ну, как говорится, просто, дешево, но, понятное дело, на самом деле, любое совместимое решение, оно сейчас совместимо, завтра уже несовместимо, это просто, на самом деле, переход на другое решение, ну, просто чуть-чуть такой отложенный. Но, как говорится, поэтому это хорошо, но не является ключевой задачей, которая у нас была. Ну, следующий аспект, который был лично важен для моего курса, я продолжаю вести курсы, связанные с администрированием линексов и, ну, просто базовым введением в эту систему, и мне удобно работать и показывать студентам, конечно, открытое решение, потому что можно на любой их вопрос сказать, так, давай с тобой, товарищ, посмотрим, откуда это берется, как это сделано, как это работает, и, соответственно, открытая система предоставляет такую возможность. Но, однако, подменять полностью процесс обучения тем, что товарищ, ты можешь сам во всем разобраться, ну, нельзя, поэтому у любой даже открытой системы важно наличие документации, ну, и в нашем случае, на самом деле, каких-то базовых образовательных материалов, поэтому открытость – это отлично, открытость с хорошими образовательными материалами еще лучше. Ну, и важный аспект, собственно, для нашей элитарной специальности, когда у нас нет привязки никакому физическому миру, достаточно вот одного компьютера, чтобы выполнять всю свою деятельность, этот компьютер для студента очень быстро и очень незаметно из машинки, где он только развлекается, становится местом, где он и работает, то есть там, где он начинает зарабатывать деньги, и поэтому это уже не просто домашняя системка, home user, это профессиональное использование, и то решение, которое хотелось бы выбрать, оно, на самом деле, должно было позволить студенту двигаться вперед, потому что та инфраструктура, которую хотелось сделать, она не только в университете, но и на компьютерах студентов, потому что в университете они только проводят половину времени своей, как говорится, учебы. Ну, и вот здесь представлены некоторые, некоторый список дистрибутивов, включая Debian, но в основном здесь российские системы, как говорится, потом, если захотим, обсудим, да или нет, но в целом три решения, вот этим критерием удовлетворили, это решение на базе, собственно, CZIF, alt-дистрибутивы, решение от России, решение откликулить Linux. Ввиду того, что опять тестовое внедрение никто не делал, делалось, называется по-быстрому, вот доклад, как говорится, на эту конференцию мы иногда ездим, в прошлом мое выступление было, кажется, 9 лет назад, с моим научно-кварителем, ну, вот что-то в этом духе, поэтому мы выбрали alt, потому что вроде знакомый и вроде хорошо относится к образовательным процессам. Ну и, собственно, как строить наше внедрение. Вот как был один компьютерный класс, так он и остался, то есть никуда, идея поставить Linux второй системой не удалась, наши, как говорится, отсиделись, волна страха прошла, поэтому все сидят, все хорошо, поэтому один класс, как был, так и остался. Но успешно его все-таки перевели на Simple Linux и адаптировали его для своих занятий. Так, 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 да, ну, вот здесь краткое средство разработки, то есть одна из ключевых задач, которая у нас, к сожалению, остается, это кроссплатформенность, потому что диктовать студенту, что товарищ ты должен это поставить, или предоставить ему ресурсы, ты поставь такую операционку, и вот там можно все настроить, ну, у большинства преподавателей нет. Поэтому выбираются в основном кроссплатформенные средства, часть из них ставится из репозитория, часть берется просто бинарник с сайта производителя, и вот после перехода на ArtLinux, когда наконец-то мне пнули лично заняться собственным ростом, я посмотрел, вот есть флэтпак, да, не очень идеальное решение для всего, но вот для того, чтобы взять какое-то решение, поставить, и чтобы оно заработало, я о нем забыл, на самом деле неплохо, то есть 2-3 решения и поставить из слэппака, вполне себе нормально живет. Ну и, собственно, как этот класс дальше интегрирован со всем, что есть в университете? Кратко, никак не интегрирован, потому что есть широкополосный доступ в интернет, там нам кажется обещают терабит, то есть он очень широкополосный, на самом деле хорошо работает, локальные элементы, которые есть в университете, они слабенькие, там просто домен и общий диск, для этих целей включаться в сильную интеграцию смысла не было, а LMS Moodle, на самом деле вокруг которого сейчас крутится деятельность всех преподавателей, и так нормально доступен через этот интернет, как из дома, так и из этого компьютерного класса, поэтому компьютерный класс автономен, автономные рабочие станции, грубо говоря, подключенные к сети интернет и спокойно работающие. И, как говорится дальше, это вопрос, как мне облегчить жизнь, значит надо сделать так, чтобы компьютеры работали при любых обстоятельствах. Тут люди делали правильное решение виртуализация, позволяет сделать какие-то образы, которые люди поигрались, отбросили, запустили заново. У нас виртуализации нет, поэтому сделано все просто. Есть профиль, который чистится при загрузке или перезагрузке системы, и любой студент, любой пользователь заходит под этой учетной записью. И заходит он в качестве пользователя, которому доступны все пользовательские действия. И дальше мы надеемся на систему прав, систему привилегий, что он за рамки этого дела не уйдет. И я, как админ, готовлю пространство, чтобы ему все инструменты были доступны быстро и удобным образом. Соответственно, после перезагрузки вся его деятельность удаляется, все базовые средства остаются доступны. Ну и в нашем случае, такой маленький, как говорится, лайфхак, может кому-то поможет, все среды разработки большие, у них огромные кэши, это хорошо. Они после того, как этот кэш прочитают, сделают, работают быстро. Но чтобы этот кэш им настроить, нужно дополнительное время. Ну и соответственно, раз у меня один единственный профиль, вот есть некоторая система, которая позволяет подзагрузить данные в профиль. То есть базовый профиль там 200 мегабайт, а профиль какого-то идеи гигабайт, который при запуске идеи успешно разворачивается. Так, я здесь уже немножко все это убегаю, там есть свое решение для демонстрации экрана. Ну, как обычно, надо было лучше готовиться. В целом, после, мои ощущения неофита, Debian и Alt нормальные рабочие решения, все программное изучение вполне себе ставится, все можно найти, пользоваться всем удобно. Поэтому, да, немножко надо научиться, но опять, как кажется, среда доступна, и в этом плане все хорошо. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Можно задавать вопросы. Спасибо за доклад. Вот вопрос возник. Вы, когда вот эти компьютеры настраиваете, вы каждый раз разливаете систему и руками там все настраиваете? Есть какие-то автоматические конфигурационные скрипты? Ну, смотрите, настраиваю один, можно сказать, настраиваю один раз на год, за одну машину делаю, потом ее просто ручками разливаю. Хватает. То есть, ну, 12 машин, вот называется, это называется, мне не бьет система, чтобы мне надо было 100 машин обслуживать. Будет 100 машин, буду внедрять систему управления образами и все такое. Хотите сейчас начать, чтобы когда… Решение, это там просто VNC и пара утилит, которые его удобно запустить с любой машины и подключиться к любой машине. Просто это такое на коленочке решение работает, хватает. Значит, начать уже сейчас рассматривать, потому что рано или поздно все равно придется замечать все это. Нет, я согласен, но я опять… Надо было лучше прийти к моменту подготовленных. Согласен, согласен, но пока вот здесь у меня в планах сначала подготовить документацию о настройке. То есть у нас есть отдел, который занимается администрированием всех этих систем. Они вроде бы как умеют решать эту задачу, я к ним пока не лезу, но я к ним должен подойти, моя задача лично сейчас – подойти с руководством. Я взял alt, вот я его так настроил, вы можете сделать этот образ самостоятельно и дальше его раскатить на другие 200 компьютеров, которые есть в этом корпусе, пожалуйста, используйте. То есть пока у меня задача вот именно так. А потом уже, может, с ними что-то будем делать, чтобы было удобнее. Хорошо. Спасибо. У меня вопрос к вам такой. Я увидел, что вы используете JetBrainer программы, а как у вас с лицензированием комьюнити-версии? А ставите их на Linux в каком виде? Тар, архив, вопт, распаковать руками, десктоп-файлы. Флэтпак или снаповские версии не используйте? Ну, для этих целей, скажешь так, флэтпак и снап, они изолируют базовые операционки с одной стороны, с другой стороны. Мне тар, ну JetBrainer, потому что я с ним просто работаю, еще раскинуть вопт, настроить симлинки быстрее, чем смотреть, вот как из флэтпака добраться до GVM, который установлен у меня в системе, или еще какие-то там интеграции, особенно это с PyCharm, разбираться, что у меня хостовый питон должен использоваться, а не тот, который там в флэтпаке. Вот чтобы с этой изоляции не биться, тар гораздо быстрее, удобнее. Хорошо, спасибо. Вот ваш университет – это госорганизация, да? Ну, если я что-то, может, не совсем правильно понимаю, коллеги из базальта меня, конечно, поправят. Но, насколько я понимаю, Simple Linux, он не находится в реестре. То есть, с точки зрения чиновников, он как бы и не очень вообще как-то отечественный. Вот не видите ли вы с этим чисто бюрократические проблемы, с которыми вы вот столкнетесь? На самом деле, чисто бюрократические, а не наоборот, Simple Linux их помог обойти, в том плане, что вы говорите, нужно российское. Все российское, за исключением, какой-то Linux платное, и, соответственно, надо заключать какие-то договора или оплачивать, чтобы это решение раскатить. Simple Linux – это первый этап, который позволил мне лично получить опыт с альтом, понять, как эту систему брать, как ее настраивать. И вот здесь на слайде сказано, мы на самом деле это весной уже какое-то соглашение заключили. Я его, кажется, помогал провести. Надо сейчас будет летом сесть разобраться. Вот буду переходить уже на альт-образование, которое находится в реестре, и, соответственно, как минимум на уровне учебных классов. Вот планирую пойти уже через такую систему. Андрей, спасибо за доклад, спасибо за вопрос. Нет, нельзя. Время закончилось. Тем более дальше ваше выступление. Поэтому...